Я думаю, что мы увидим оценки повыше, но сейчас вашему вниманию выступление Анастасии Гузенковой из России. Россию здесь представляют Настя и Александра Солдатова. Давненько мы не видели ни одну, ни вторую девочку. Настя выступала на каком-то из одном этапе Кубка мира в этом сезоне, но у Александры был тоже достаточно долгий перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Молодец. Очень красивая эта гимнастка. Она по исполнению немножко напоминает нам Яну Кудрявцу. Все скучают, конечно, по гимнасткам, по этим, по Яне, по Амаргарите, маму. Сейчас таких практически нет. Ну, сейчас другие, другие правила. И неизвестно еще, справилась бы та же Яна с тем темпом, который предлагают нынешние правила, когда упор, конечно, на работу с предметом. И мы это очень четко видим по гимнасткам предыдущего поколения. Вот та же Катя Галкина, она остается верной своему стилю, она радует зрителей своими спектаклями на ковре. Но при этом понятно, что с точки зрения судейства получит выше та гимнастка, которая больше бросит, больше поймает. Ну, конечно, красота, она важна, но она как-то вот сейчас по нынешним правилам уходит на другой план. Очень приятно, что у нас у Екатерины Галкиной и у некоторых гимнасток еще осталась интеграция, потому что когда превращается в только одни мастерства, это уже не совсем та гимнастика, к которой все привыкли. Ну, я думаю, что терпеть там недолго, еще один годик, и потом правила опять поменяются. Уже не знаю, в какую сторону. Ждем новшеств. Что касается Насти Бузенковой, то это молодая гимнастка, ей 16 лет всего лишь, тренирует ее Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка Сиднея. Участвовала она в Кубке мира в Ташкенте, где стала бронзовым призером многоборья, завоевала серебро с обручем. Но вот здесь многоборье не сложилось во второй день для Анастасии. Она в итоге девятая. Дело в том, что после успешного выступления с обручем и мячом, ленту с балабами вот просто развалила Настя. И отмечаем ее оценку 21,4. Сразу скажу для зрителей, что если оценки вдруг одинаковые, такое уже было на предыдущем этапе Кубка мира, то смотрят, чье выступление было более чисто. То есть у кого выше...